Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы начнем сейчас говорить о послании апостола Павла к Ефесиным. Это небольшое послание было написано апостолом Павлом приблизительно около 60-го года, то есть через 30 лет после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Послание к Ефесиным обычно причисляют к так называемым посланиям из УЗ, то есть тем письмам, которые Павел пишет, находясь в заключении. Вообще говоря, конечно, в 20 веке появлялись некоторые исследователи, и не так мало, кстати, которым нравилось думать, что это послание могло быть написано позже, не Павлом, но все-таки это довольно, я бы сказал, не общепринятая точка зрения, потому что само послание, в общем, не дает нам оснований, усомниться в авторстве апостола Павла и с точки зрения литературного стиля, и с точки зрения языка, и с точки зрения содержания. По-видимому, и в самом деле те мысли, такой круг мыслей, которые занимали апостола на рубеже 50-60-х годов I века, вот они отразились во всех этих посланиях и в послании к Эфесиным, и в послании к Колоссиным, а также к филиппийцам, по крайней мере. Послание к Эфесиным, как нетрудно догадаться из названия, обращено к христианам, которые живут в Эфесе, в городе, довольно крупном городе в Малой Азии, хотя тоже надо сказать, что вполне авторитетные исследователи иногда полагают, что добавление в Ефесе является более поздней вставкой. И тоже нельзя сказать, чтобы это было вовсе невероятно, потому что мы знаем из писем апостола, что он иногда отправлял одно послание сразу в несколько общин, одно или несколько похожих, и предлагал своим адресатам обменяться такими посланиями. Некоторые из них до нас и не дошли. Поэтому все-таки традиционная точка зрения заключается в том, что раз уж в дошедших до нас текстах послание написано, к христианам, находящимся в Ефесе, значит, оно именно к этим людям и было обращено. Теперь давайте обратимся к первой главе, потому что, вообще говоря, здесь есть целый ряд очень важных вещей, которые подразумевают довольно подробный разговор, заслуживают такого разговора. Во-первых, само по себе обращение апостола, буквально в первом стихе он пишет Павел, волею Божьей апостолу Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Для современного читателя здесь важно увидеть, я думаю, по крайней мере две вещи. Во-первых, вот эти синонимы, святые и верные. У Павла это совершенно точно синонимы, и здесь нет необходимости придумывать два разных аспекта смысла этого выражения. Но он обращается, собственно, к обычным христианам, собственно, к обычным людям, которые стали учениками Господа Иисуса Христа, вошли в общину учеников христовых, в церковь, и поэтому называются святыми и верными. Это вовсе не штамп, признающий их достижения, какие-нибудь там особые заслуги, а это выражение, которое обозначает отношение этих людей с Господом Иисусом Христом. Понимаете, в сегодняшнем словоупотреблении мы обычно под святыми и верными понимаем вещи, совершенно не имеющие отношения к тому, как эти слова употребляются в Новом Завете. Мы скорее склонны думать, что святые – это непременно какие-то чемпионы по благочестивым упражнениям, а на самом деле святые для апостола – это те, кто отдали Богу свою жизнь, отдали Богу свои сердца. Значит, это не качество человека, которого так называют, Новый Завет, а это качество его отношений с Богом. Это первое. И второе, что тоже очень важно, он говорит святым и верным во Христе Иисусе, потому что никаких других вариантов быть святыми и верными апостол вообще не видит, не считает возможным, потому что для того, чтобы достичь своей человеческой полноты, своей человеческой зрелости, как он потом напишет, «Меры полного возраста Христова», для этого, собственно, и для этой святости необходимо быть во Христе Иисусе. Понимаете, это состояние души, если хотите, состояние человеческой жизни, которое апостол называет святостью, оно невозможно вне Христа, невозможно, что бы ты ни делал. Это тоже для апостола и его современников и для тех, кто является адресатами этого письма, вещи весьма важные. Далее, во втором стихе он говорит, «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Ну, во-первых, мы, в общем, не очень удачно смогли, мы, я имею в виду те, кто говорят на славянских языках, в том числе и на русском, не очень смогли перевести с греческого слова харизма, слово харитас, что такое этот благой дар, который мы называем благодатью. Понимаете, вообще говоря, часто очень люди представляют себе, что это что-то такое вроде магических дарований имени Гарри Поттера, но вообще говоря, Павел явно имеет в виду что-то совершенно другое, не это. И еще тоже поразительная вещь, на которую очень важно обращать внимание, он говорит, «Благодать вам и мир, примирение от Бога». И дальше вот как он определяет Бога, кого он называет Богом? Он говорит, «Благодать Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Бог – это тот, кто является Отцом Иисуса Христа и является поэтому Отцом нашим. И вот это тоже очень существенная вещь, на которую в самом начале стоит обратить внимание. Дальше с 3 по 10 стих у апостола в первой главе длиннющее предложение, которое очень сложно и в оригинале, и по-гречески, и в общем в переводах не становится проще и яснее. Ну, кроме тех случаев, когда переводчики разбивают его на отдельные пункты, отдельные предложения. Все вместе эти 7 стихов 83 по 10 представляют собою такую хвалебную песнь Богу. Несколько может быть непривычную для нас, но, по-видимому, для читателя апостола и для него самого совершенно привычную. Он, может быть, даже цитирует известный, существовавший в его время литургический текст. Он явно это делает, по крайней мере, еще один раз в другом месте этого послания. Ну вот, некоторые исследователи думают, что и вот этот фрагмент, который начинается словами «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», что он тоже является литургическим гимном. К этой мысли подталкивает нас еще и то, что по языку, по стилю, по образу мысли этот фрагмент довольно явно напоминает так называемые «Восемнадцать благословений», наиболее распространенные и популярные, ну, популярные, трудно сказать, известные среди иудеев Павлова времени иудейский литургический текст. Вот это пространное благословение Бога, в котором автор, может быть, и сам апостол Павел по подобию «Восемнадцатых благословений», выстраивает некоторую внутреннюю логику, пытается сформулировать, почему он благословляет Бога, что произошло в жизни человечества, в жизни каждого христианина в результате этой встречи со Христом, почему вот рождается этот гимн благодарения, гимн благословения Божьего. И вот попробуем взглянуть на эту логику, хотя, повторяю, ее в нагромождении предаточных предложений вычленность довольно непросто, и это может оказаться довольно субъективным, но все-таки. Вот апостол обращается к Богу и говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего, потому что Он избрал нас в Нем». Потому что Он избрал нас в Нем. На это важно обратить внимание, потому что когда современный читатель читает эти слова, «Бог избрал нас в Нем», ну, обычно мы понимаем, что был такой длинный и довольно нудный фейс-контроль, когда большая часть отсеялась, ну и нескольких особо симпатичных там Бог каким-то образом себе выбрал, а все остальные должны там куда-то лизать в сковородки или в гиенну, где плаческ режет зубовный, и прочее, прочее. Ну, как мы выбираем из огромной вазы конфеты повкуснее, да, примерно так мы и понимаем слова апостола, что Бог избрал нас. Но он совершенно не имеет этого в виду, ничего подобного. Для него основное ударное слово «избрал нас в Нем». Павел говорит, что во Христе, став человеком, став одним из нас, Бог избирает нас в наследие себе, в свой народ. Не потому, что мы там особенно как-то хороши, ему понравились, в общем, не так уж мы и хороши, откровенно говоря, да, но потому, что это происходит в воплощении Христа. То есть Павел говорит о том, что когда Сын Божий во Христе Иисусе воплотился, весь тот род человеческий, в который он воплотился, стал избранными Божьими святыми. Это, собственно, такое, такая достаточно своеобразная, может быть, неожиданная для нас, но все-таки форма призвания. Призвание. Не выбора лучшего из плохого, а призвания, когда все откликающиеся, все люди человеческого рода, в котором Христос воплотился, становятся избранными Божьими. И дальше апостол говорит, что это избрание произошло прежде создания мира, когда еще мир не был сотворен, когда, может быть, ну, так в человеческих терминах говоря, еще только замысел формировался, Бог избрал вот таких существ, людей, которые смогут вместить в себя Сына Божьего и станут руками Бога в тварном мире, Его присутствием здесь. Да, теперь апостол говорит о том, что это сделано было Богом для того, чтобы мы действительно были святы и непорочны пред Ним, потому что Он так задумал усыновить нас себе через Иисуса Христа. Вот еще раз повторяется несколько иначе та же самая мысль. Апостол говорит о том, что замысел Божий, замысел о человеке и его месте в этом мире был в том, чтобы мы были усыновлены Богом. Так Он задумал. Это понятие, это идея усыновления вообще для апостола очень важна, и Он во многих письмах к ней обращается. И дальше Он говорит о том, что это усыновление совершается через Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его. Понимаете, Он вовсе не склонен, это вообще свойство апостола Павла, потрясающе, очень важное и поучительное. Он не склонен делать вид, что все хорошо. Понимаете, вся торжественная часть, с которой, где вот здесь мы видим, как Он благословляет Бога за усыновление, за то, что Он избрал людей, это все не отменяет того факта, что Богу нужно, Богу приходится искупить нас кровью своего Сына. Одно без другого невозможно, невозможно. Вообще, в Павловы времена, знаете, ведь воспоминания распятия Христова и Его воскресения совершалось в один день, лишь через два-три столетия. Это как бы стали, в нашем сознании эти вещи стали разными. А для Павла, вот, понимаете, кровь, которая истекает из сердца распятого Христа, это и есть то, в чем нам дается усыновление. И еще одна очень важная для апостола вещь, которую он говорит в конце 10 стихе, что Бог все это делает и искупает нас своей кровью для того, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Стал быть, вот такая картина мира у апостола, по-видимому, перед глазами, потому что человек – это единственное разумное существо в тварном мире. И благодаря тому, что Бог усыновляет нас кровью своего сына, и весь этот мир становится принадлежащим Богу. И все, как кусочки пазла, собираются в единое целое. И еще апостол называет это полнотой времен. Дальше в первой главе он еще обращает внимание своих читателей на некоторые очень важные вещи. Он говорит, что «Во Христе и мы сделались наследниками теми, кто получает обещанное, кто получает его по вере». Тоже вспомним, как в послании к римлянам апостол говорит о том, что обетование Божие, которое мы наследуем, оно дается нам не по неумолимой логике автоматически действующего закона, а через веру, то есть через наши взаимоотношения с Богом. Поэтому он и говорит, именно в нем, во Христе, мы стали наследниками жизни Божьей, теми, кто действительно становятся участниками его царства. И вот, обращаясь к своим читателям, к Ефесиному, он говорит, «В нем, во Христе, вы запечатлены обетованным Духом Святым». Тоже это очень важно для него, потому что все, из чего состоит жизнь христианина, все, что мы сегодня довольно неуклюже называем духовной жизнью, для апостола это на самом деле быть во Христе, быть во Иисусе, быть теми, кто усыновлены Богу во Христе. И вот еще вдобавок к 14 стихе он говорит о Духе Святом, который есть залог наследия нашего. Тоже для апостола важное выражение, которое он использует тоже достаточно часто. Да, кстати, не только апостол Павел. Он говорит о том, что мы еще не достигли ни своей человеческой полноты, ни полноты жизни, ни завершения того пути, который Бог нам в этом мире дал. Но это не значит, что мы лишены этого будущего наследия, этого будущего царства. Апостол говорит о том, что уже некоторый залог, начало, начаток этого дан каждому из нас. Он говорит о Духе, который как раз есть такой залог наследия нашего. И здесь же в 14 стихе апостол говорит о том, что это зерно будущей жизни, залог нашего будущего наследия дается нам для искупления удела его. Это очень характерное выражение, потому что апостол Павел ведь был образованным иудейским богословом. И вот это выражение «удел Божий», конечно, для него в первую очередь означает «избранный народ». Но тема того, как расширяется этот самый удел Божий, для апостола в его жизни, в его свидетельстве, одна из самых важных. И, наконец, в заключительной части первой главы, хотя, надо сказать, для Павла-то это не было никакой частью первой главы, его текст не был разделен на главы, а это разделение совершилось только где-то уже в начале второго тысячелетия. Тем не менее, вот здесь, с 15 по 23 стихи апостол обращается непосредственно к Ефесиным и говорит о том, что «вот я услышал о вашей вере во Христа Иисуса». Апостол на самом деле довольно хорошо знал Ефесин, прожил некоторое время в этой общине, довольно продолжительное. Но в тот момент, когда он пишет это письмо, уже прошло несколько лет с того момента, как он увидел, как он последний раз видел Ефесин. И вот поэтому апостол обращается к тому, что ему свидетельствуют о вере этих людей, которых он знал и знал довольно хорошо. Но вот он говорит, «Я слышу о вашей вере во Христе и о вашей любви, и поэтому непрестанно благодарю за вас Бога». Ну, в общем, казалось бы, такая привычная, простая вещь, что такого в этих словах апостола. Но, тем не менее, это очень поучительное и серьезное дело, которому всем нам, читающим этот текст, очень важно учиться. Очень важно учиться. Понимаете, апостол, зная, что вот его друзья, те, кто дороги ему, те, с кем он прошел какой-то отрезок своей жизни, верят Иисусу, он радуется этому, благодарит Бога. Иногда он в чем-то их поправляет. Дальше мы увидим во второй плане послания, как он наставляет их, что надо делать и что не надо делать. Их еще есть в чем наставлять. Они еще, может быть, не все знают, не все поняли, не все, так сказать, на собственном опыте прошли. Прошли, но тем не менее апостол благодарит Бога за этих людей, потому что в его логике то, что они держатся за Иисуса, это самое главное. К этому подтягивается, к этому подверстывается и их духовный опыт, и их нравственная решимость, и их продвижение, так сказать, по пути правды Божьей. И вот он молится о них и говорит, я молюсь, чтобы Бог, Отец Славы, дал вам Духа Премудрости, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания. Он молится о том, чтобы его читатели смогли сами увидеть это будущее, наследие, это будущее царства, будущую жизнь, которую Бог предопределил им дать в тот момент, когда избрал их во Христе Иисусе. И вот он говорит, все-таки, понимаете, Павел, по-видимому, очень темпераментный человек, и у него, его взгляд все время обращается к небу, и благодаря Богу, молясь о том, чтобы действительно просветились духом и вкусили этого будущего наследия его читатели, он дальше говорит о том, как безмерно величество, могущество его в нас, в тех людях, которые поверили во Христа. Как это поразительно! Понимаете, по правде сказать, ведь всего через несколько столетий мы разучимся вот так радоваться, и, собственно, как сказать, главным, что притягивает наше внимание, становимся мы сами наши грехи и несовершенства. И грехов много, и несовершенств много, и это, в общем, тривиально, но не это должно быть в центре внимания. Мы, мне кажется, утрачиваем самое важное, самое фундаментальное – радость и счастье быть учениками Христа, когда не следуем вот этому примеру Павла, который говорит, как это прекрасно, как поразительно, как потрясающе то, что Бог делает в нас, как безмерно величие и могущество его. Он славит то действие, которое Бог совершил во Христе, воскресение мертвых, и дальше он говорит, и вот Бог все покорил под ноги его, поставил его главу церкви. Он видит Христа в самом центре, так сказать, всей своей картины мира, все, и сам Павел, и его жизнь, и его служение, христиане, люди вообще, тварный мир, там звезды и галактики, все вертится вокруг вот этой точки, где Бог действует во Христе Иисусе. Он говорит, это самое главное. Пытается найти какие-то выражения для этого, говорит, что Бог все покорил под ноги его, поставил его главой церкви, и в нем полнота, наполняющегося во всем. Довольно привычное выражение, потому что в христианской гимнографии оно повторяется неоднократно. Но вот полезно, я думаю, все-таки вдуматься в суть того, что говорит Павел. Он говорит, что в теле Христовом, который есть в церковь, полнота, наполняющего все во всем. Он видит церковь, видит тело Христова, как такой источник, из которого Бог наполняет собой все, наполняет собой все, как разливается этот благой дар Божий по всему миру, без всяких границ и препятствий, потому что Бог все покоил под ноги его. Тоже, если мы будем достаточно честны, то надо признать, что в следующее, после Павла поколение, мы скорее склонны были отгородиться от всего остального мира, говоря, что вот нам эта благодать дана, а вам всем фигушки в сковородку лизать. Но Павел видит это не так. Павел видит, знаете, как в задаче о бассейнах. Бассейн, в который втекает настолько много, что он переполняется через край и изливает эту благодать, это избрание, этот мир Божий вокруг себя постоянно и повсюду. Для него действительно важны слова Христа блажение отдавать, чем получать. Субтитры создавал DimaTorzok